очень спину не сломал друзья привет мы находимся на стоянке гибрид сервиса точнее находились недавно пока не перелезли через наш с вами любимый забор дело в том что все наши автомобили на ту стоянку не вмещаются поэтому мы отправляемся на соседнюю площадку и сегодня как вы уже догадались я покажу вам какие автомобили выбирают наши клиенты сейчас пройдемся по машинам немножко расскажу по каждой погнали один из самых популярных автомобилей за прошлый год 2021 сейчас в двадцать втором году возобновили пошлины на электрокар и 15 процентов от стоимости теперь мы платим поэтому хочется сказать что внимание к не уменьшилось но на самом деле ничего не уменьшилось возит эти машины до сих пор потому что в нынешнее время электрокар это круто так вот у нас здесь образец азео 24 киловаттный в комплектации аэростайл это значит что он на бейсиках и на специальном синеньком литье это у нас x аэростайл вижу по салону черненькому кстати говоря машин не могу сказать сколько делений к сожалению нет информации нет возможности сейчас открыть машину запустить но могу сказать что этот автомобиль в отличном техническом состоянии и во владивостоке он вышел в 670 тысяч рублей а отправляется он кстати говоря она знать куда самару самару родина сами знаете чего вот кстати говоря нашел еще один автомобиль у меня его нет списках на сегодня но однозначно эта машина наша и так honda n вагон встречайте друзья не гибридная версия шучу это машина нашего оператора вот он n вагон красавчик один из самых популярных на сегодняшний день кейкаров 660 кубиков по версиям они разнятся это кстати самая желанная комплектация кастом с вот такой вот бомбической решеткой линзой диодной оптикой ну и по вариантам отделки салона эти тачки просто поражают вот порядка 600 вот 550 тысяч рублей бы сказал стартует цены конкретно сколько вышел этот вариант я вам не подскажу потому что не ожидал что она уже здесь у нас пойдемте покажу то что знаю следующей на очереди у нас toyota crown прошел небольшой снежочек потом расставил поэтому он весь грязный но уверяю вас только стоит его сполоснуть даже можно без пенки и он просто засиять это двести двадцать четвертый кузов трех с половиной литровая гибридная версия на сегодняшний день один из самых желанных седанов конкурирует по популярности разве что с lexus gs 450 edge точно такая же техническая платформа но по комплектациям по отделке салона они у нас немножко разнятся в общем конец прошлого года и начало этого у нас заполнена такими заказами на двух с половиной и трех с половиной литровые версии конкретно вот этот крауняга отправляется в находку в приморье остается и по бюджету обошелся в 3 миллиона 150 тысяч рублей и это отличная цена за вот такого красавца погнали дальше дальше у нас на очереди необыкновенная corolla филдер скажите вы мне что же тут необыкновенного а скажу я вам вот что то что это не простой филдер а это 144 кузов филдера с двигателем 18 на полном приводе комплектация аэро тауров если не ошибаюсь смотрится бомбически конечно вот эти штамповочки жигулевские немножко вид портят но поставить его на хорошее литье и задумайтесь человек в 2022 году заказал себе 144 кузов потому что он считает что вот эти кузова еще получается предпоследнее поколение corolla филдеров axio они идут покомфортнее с чем-то я с ним даже соглашусь по материалам по некоторым действительно машина ну как-то больше чувствуется уюта в ней очень редкая версия для заказов двигателем 18 на полном приводе здесь большая переплата по пошли но если подбираешь машину для себя никаких денег не жалко стоимость этого автомобиля составляет 850 тысяч рублей отправляется в хабаровск друзья следующий на очереди у нас самый красивый на сегодняшний день по моему личному мнению и многих кстати говоря других toyota c hr просто красавчик посмотрите какой он есть тут прям я вам немножко времени дам что вы просто молча насладились друзья это гибридная версия по технологии тот же самый 30 или 50 prius двигатель на 99 лошадиных сил 2zr легендарный и гибридная установка 60 киловатт версия называется g-led на обвесах моделиста это самый популярный и самый дорогой наверное тип обвесов которые можно встретить на японских автомобилях вот есть вот такой нюанс интересный когда машина приобретет номера под рамку крепится дополнительно установленная камера которая позволяет водителю смотреть сколько сантиметров осталось до его бампера чтобы нигде не шкрябнуться но с такими бамперами конечно есть нужно очень осторожно но за красоту всегда приходится чем-то платить машина у нас две тысячи восемнадцатого года отправляется в тюмень по бюджету вышла в 2 миллиона 13 тысяч рублей но красотка конечно злюка друзья следующий на очереди у нас один из популярнейших седанов это honda аккорд cr6 кузове гибридная версия двухлитровая на переднем приводе единственный вариант его исполнения во многом очень это автомобиль превосходит своего одноклассника toyota camry toyota mark x уже стоит в ряду с краунами но немножко все-таки странами сравнивать их не совсем корректно потому что ну крон все-таки бизнес-класс седана заднеприводный как принято считать классикой вот но могу сказать от себя что вот за эти аккорды в прошлом и позапрошлом году на аукционах была бойня было выгодно возить эти машины на юрлицо до конца прошлого года немножко чтобы оптимизировать таможенные расходы в этом году опять все переменилось поэтому все эти автомобили считаются непроходными и ценник на таможне этих автомобилей подорожал но тем не менее несмотря ни на что ажиотаж на них нельзя сказать что не спал но все еще есть при цена в итоге-то миллион 440 1 миллион 440 тысяч рублей обошелся этот автомобиль по бюджету отправляется в находку можно сказать у нас во благостоке остается следующий на очереди у нас вот такой вот желток тоже немножко он подзапылился это у нас nissan note e-power самый технологический на сегодняшний день хэтчбэк технология последовательный гибрид называется что могу про него сказать очень выгодная покупка так по бюджету он обошелся у нас в 940 тысяч рублей отправляется он магадан это 18 год вот такой вот яркий цвет интересный кстати говоря nissan note nissan leaf nissan days они славятся широкой линейкой цветов очень много ярких красных синих в рестайлинге по лифам с 15 года там еще добавили несколько злых цветов оранжевые точно такие же есть и у этого короче говоря люди которые живут в солнечных городах в краснодаре в сочи очень любят вот эти машинки за то что они не выгорают на солнце и не перестают радовать окружающих вот этот красавчик отправится у нас в магадан будет радоваться на солнышке по магадан гонять ты кто ты toyota rush мини рафчик их называли в 2008 году по моему когда они первый раз у нас появились во владивостоке потому что очень похоже на позапрошлое поколение toyota rav 4 только уже меньше но тем не менее это небольшой кроссовер и на сегодняшний день один из самых бюджетных вариантов полноприводный на полутора литровом двигателе мощность чуть больше 100 лошадей полу 108 или 109 это у нас 2009 год обошелся во владивостоке прошу прощения это 2013 год владивостоке он обошелся 1 миллион 75 тысяч рублей и за полноприводный кроссовер без пробега по россии я считаю что это отличная цена на сегодняшний день subaru subaru levork друзья куда ты пошел subaru levork subaru levork друзья это самый красивый с и один из один из единственных получается единственный тогда спортивный универсал здесь у нас в м4 кузов эта версия с двигателем 1 и 6 литров мощностью 170 лошадиных сил и естественно полноценный subaru вский полный привод gts комплектация вижу отсюда по затененным фарам затонированным короче говоря по фары черная внутрянка их в первую очередь можно отличать таким образом классная машина очень мощная очень стильная из недостатков можно сказать только небольшой клиренс по всему остальному вопросов нету по бюджету друзья этот levork обошелся у нас обошелся у нас в 1 миллион триста сорок тысяч рублей это 2015 года версия и отправляется он у нас в город уфа классно классно митсубиши делика это дизельная версия 7 1 самая моя любимая делика удалось мне немножко на ней прокатиться вы можете ее увидеть в рилс обзорах у нас в инстаграме или видели уже никто же когда это видео выйдет короче говоря дизельная версия с двигателем 2 и 3 литра на сто сорок восемь лошадиных сил работающих в паре с автоматом именно гидравлическим автоматом никаких вариаторов никаких роботов все что вы так не любите в этой машине блещет отсутствием это d5 кузов очень красивая дерзкая внешность не так конечно делика которую вы привыкли называть внедорожным автобусом но тем не менее свои основные качества он сохранил и на сегодняшний день это все еще самый проходимый минивэн по японии встречаются версии также двухлитровые или двигателем 24 литра бензиновыми вот эта красотка обошлась во владивостоке сейчас скажу сколько тысяч рублей 1 миллион девятьсот сорок семь тысяч рублей это 2015 год и отправляется она у нас в иркутск соответственно в эту стоимость значит заложена еще кнопка глонас наш с вами любимая пойдем дальше lexus сети 200 друзья это самый нарядный приус на сегодняшний день как его принято называть или самый бюджетный lexus 1 кстати говоря модель у lexus в классе комфорт как классно зато компакт премиум вот компакт премиум называется ну по нашему это хэтчбэк и кстати говоря если верить умным статьям то эта машина составила конкуренцию bmw 1 серии и audi a3 в кузове спорт хэтчбэк хэтчбэк как-то у них там по европейски называется по-другому немножко но в общем классная тачка технология старый добрый 30 приус 99 лошадей 60 киловатт очень много классных фишек от самого люксового концерна lexus по комплектации это цешка у нас все кстати говоря не идут со спортивным уклоном все имеет агрессивную внешность спортивный режим работы планетар очки классная машина в владивосток обошлась около 1 миллиона двухсот тысяч рублей посмотрите друзья какое шикарное грязевое колесо как вы думаете что это за внедорожник а вот вам и ответ друзья бизнес-класс кроссовер митсубиши outlander самый технологичный на сегодняшний день с самой мощной гибридной установкой и соответственно самым лучшим центром тяжести и возможностью заряжать от розетки технология ph ev называется это рестайловая версия с 2015 года она пошла кстати говоря этот у нас 2015 года и есть но один из моих любимых можно сказать кроссоверов больше подходит для города но если вспомнить про то на каких колесах он пришел из японии друзья то поймете что это все-таки серьезный кроссовер и можно сказать навязка на концерен на конкуренцию к форестеру который на сегодняшний день лидирует классе по внедорожным качеством миллион восемьсот три тысячи семьсот десять рублей обошлась эта машина во владивостоке и отправляется и тут она и остается во владивостоке вот кто там еще у нас остался а ну вот собственно говоря и сам форестер о котором мы только что вдруг вспомнили с джей 5 кузов это двухлитровая не турбовая не гибридная версия красота красота черный цвет кстати говоря форике черном цвете смотрится вот так вот круто хотел сказать смотрится форике ну повоняем немножко солярой друзья быстренько пока мы здесь не задохнулись и не провонялись самый высокий классе кроссоверов клиренс 220 миллиметров самая лучшая система полного привода от subaru и в этом кузове вы еще можете успеть приобрести турбовую версию на 280 лошадей здесь же 150 как у всех кроссоверов соответственно соответственно 148 по моему у subaru если быть точнее по бюджету обошелся в 1 миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей за такого красавца пушка toyota wins друзья это литровая версия одно время из популярнейших хэтчбэков самым популярным был toyota витс о как завернул речь про toyota витс toyota vatz знаю во многих городах его принято называть потому что это более гоночное название вот этой крохотули литрушка легендарный мотор 1к р мощностью 69 лошадиных сил автомобиль нас 2012 года классный классный недорогой и самое главное недорогой хэтчбэк обошелся владивостоке в пятьсот пятьдесят тысяч семьсот тридцать шесть рублей классно классно пойдемте про боксу вообще-то это саксид друзья это никакой не про бокс чем разница знаете не в чем ходят легенды что саксид более комфортный на самом деле это все зависит от комплектации есть и про боксах жирные комплектации не все знали а я знал вот короче говоря это саксид у нас и он серый саксид вам называется 160 кузов это значит обычный обычный полуторалитровый передний приводный двигатель самая любимая самая популярная рабочая лошадка самый основной груза пассажирский универсал по японии из конкурентов ему идет nissan ad вот практически то же самое только подешевле а вот это малыха обошлась нам во владивостоке знаете сколько 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 потерял 800 тысяч рублей это семнадцатого года автомобиль класс класс друзья вот этот автомобиль посмотрите какой красавчик это у нас первый раз машина пришла это у нас первый раз друзья автомобиль называется suzuki xb и если посмотрите на его внешний вид то поймете что очень уж сильно он напоминает знакомый нам suzuki hustler точная копия я бы сказал только больше действительно автомобиль по внешке по дизайну это точная копия hustler только увеличенная по длине по ширине по высоте и по технической части вместо 700 кубиков до 660 здесь стоит литровый мотор на 99 лошадей системой mild гибрид 2 и 6 киловатта стандартная suzuki в sky до от солью кого но впечатлил дизайн хаслера для тех кому понравилась эргономика салона но все-таки немножко не доверять кроссовером или по тем или иным причинам практически просто он не устраивает вас вот для вас шикарный аналог на размер побольше грубо говоря эмочка хотите еще побольше есть для вас и гнис ну и соль его завершает вот эту вот линейку наверное чемоданчиков классная машина по бюджету что вам сказать я хочу а все просто один миллион двести тысяч рублей но на самом деле учитывая что хаслеры в свежих годах это кстати автомобиль у нас 18 года хаслеры у нас стоит по ляму литровый аналог за миллион двести классно друзья тойота альфард царь минивэнов как я говорю или альфред как моя жена раньше называла эти машины красавчик красавчик это гибридная версия топовый на сегодняшний день минивэн во многом конкурирует с mercedes mv классом и я бы сказал что выигрывает во всяком случае по дизайну это просто пушка по сравнению с двадцатым кузовом с прошлым поколением очень большой шаг сделал toyota как в интерьере так и в экстерьере этого автомобиля плюс самая популярная гибридная платформа с двигателем 2 ар на 160 ой насколько лошадей то на 152 лошадиных силы у 2 r плюс два электромотора в общем это самая крутая техническая платформа на которой можно было придумать вот такой автомобиль естественно на полном приводе кстати говоря в дилерских же центрах тоже продаются такие машины или продавались раньше но там вы можете выбрать только бензиновую версию трехлитровую с передним приводом вот поэтому ходить полные визите с японии вот такая красотка у нас еще на обвесах моделиста это рестайловая версия 18 год и обошелся он в 2 миллиона 900 тысяч рублей друзья еще нашел один not your power тоже наш видимо свеженький из привоза и сзади меня еще один mitsubishi outlander который даже еще не успели отмыть тоже две на мой взгляд самые технологичные тачки последовательный гибрид от nissana и технология phv от mitsubishi повторюсь на сегодня это самый технологичный кроссовер друзья сегодня мы с вами посмотрели несколько классных автомобилей которые выбирают наши клиенты если заинтересовал какой-нибудь из этих автомобилей или может быть какой-то другой есть у вас на уме не стесняйтесь звоните на наш многоканальный номер оставляйте заявки в инстаграме оставляйте заявки у нас на сайте и наши менеджеры с вами свяжутся по всем вопросам проконсультируют и помогут сделать правильный выбор возможно где-то там уже по японии ездит ваш будущий автомобиль подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля